Это лопнул шифер. На мусорном полигоне в Павловске все горит, дымит, взрывается. И так почти без перерывов на протяжении нескольких лет. На настоящий полигон твердых бытовых отходов это мало похоже. Нет никаких специальных ограждений, он вообще не огорожен. Нет специального персонала, нет будки, нет весов, которые взвешивают сколько мусора завозят. Собственно, кто хочет заедет, сколько хочет выбросит. И выбрасывают. Новый арендатор полигона денег за это не получает, но тратит. На борьбу с огнем и дымом силами тяжелой техники. А вот Вадим, который называет себя присматривающим за полигоном, говорит, что видит, кто поджигает. Бывают сами шофера поджигают. Прям приезжают, разгрузились и тут же поджигают. Я сколько раз ругался даже с шоферами, говорю, зачем вы это делаете? Они говорят, а что они будут кучей лежать копиться, пусть лучше горят. У арендатора полигона тушение завалов сегодня сорвалось. Не получилось пригнать технику. Нет пока и лицензии. Мусор на эту свалку возить нельзя. Конечно, нет. Я его туда и не вожу. У меня ни одного договора не заключено ни с кем. Я не являюсь выгодоприобретателем в данной ситуации. Я только трачу деньги регулярно на трактор, на погрузчики, на всякую прочую рунду. И время трачу на отписки, на всякие. И так далее и тому подобное. Я первая жертва. Не жители Павловска, а я. Жители Павловска жертвами себя считают. Они страдают от запахов. Конечно, я прям рядом живу там. И у постоянных запахов. Мы вызываем и МЧС просим, чтобы потушили, чтобы не было дыма. Ничего не помогает. Ничто на нас не обращает внимания. Своё внимание на проблему давно обратила администрация района. По словам главы, с предыдущими арендаторами вопрос решался через суд и штрафы согласно договору. Чтобы избежать судов, новый арендатор должен избавиться от огня и дыма. Комплексная проблема, решение которой мы видим в чём. Арендатор выполняет все условия согласно договору аренды, огораживает, охраняет туда въезд, предотвращая возгорание. В данный момент тушит. Лицензию на ввоз мусора арендатор получит примерно в конце июля-начале августа. Тогда в теории любая машина уже не сможет проехать на полигон, а значит и поджечь. Но если проблема не решится и в этом случае, свалку могут рекультивировать. Но это маловероятно. По мнению чиновников, уж очень удобно именно сюда возить мусор. Так что бизнесмены, вероятно, наведут порядок. Андрей Дреер, Илья Халяпин. День с толком.